Всем доброе утро! Сегодня у нас 6 сентября, среда. У меня выходной. Завтра работаю. Седьмое длинный день, девятое длинный, тринадцатого короткий, пятнадцатого длинный. Так, ладно. Время 11.15. Собираюсь в парк гулять. Достала фарш. Вечером или супчик. Супчик сварю какой-нибудь с фрикаделькой. Мне давно хотела. Так, сегодня 6 сентября. Это день нашего знакомства с мужем. В общем, 31 год сегодня вместе. Надо будет тортик зайти купить. Маленький какой-нибудь. Типа сказки. Может быть, вечером пиццу закажем. Посмотрим. Так, собираюсь на прогулку в парк. Одела спортивный костюм летний, тоненький. Так, почти 20 градусов. Не замерзну я там. Тучки ходят, облака. Сейчас быстренько на троллейбусе до парка, потом обратно погуляю там. Может, в церковь зайду. Там вообще-то ветерок. Ну, я так смотрю, вроде раздетые все ходят. Ветровочках, толстовочках. Ну, там некоторые вообще в футболках. Вот в чем там люди ходят. Ну, вроде так, в куртках-то никого нет. Все-таки в футболках, в штанах. Я думаю, там не холодно. Не успею я замерзнуть. Пойду быстренько прогуляюсь. Приду да снимаю видео. Может, в парке снимают. Такие тучи ходят. Главное, чтобы дождя не было. Вчера вечером после работы еще заехала в поликлинику. Пришла там минут 5-8, а у меня на 7-15 талон. А там еще пришла, еще даже на без 15-7 не прошли люди. Короче, передо мной еще 3 человека было. Ну, где-то пол-восьмого я зашла. Даже чуть позже, 35 где-то, без 20-ти. Ну, ничего. Дали мне направление на МРТ с контрастным веществом на 3 исследования. Клиника Лядова тут недалеко у нас от дома. Хороший центр медицинский. Хорошо, что бесплатно, как говорится. Только нужно опять кровь сдать на биохимию. Записали меня на понедельник, на 11-е. Надеюсь, на работу не вызовут в понедельник. Там, по-моему, на 9 с чем-то у меня кровь. 9-20, что ли. Это кровь я сдавать в своей поликлинике буду. Сказали, на следующий день будет готова, 12-го. Схожу, заберу результат после 2-х, после обеда. А на исследование пойду в конце отпуска. Там как раз мы вернемся 27-го. И там 3 дня у меня еще будет. Вот мне на 28-й записали на 2 исследования и на 30-й на 1-й. То есть придется дважды это контрастное вещество вводить. Странно как-то. Не, чтоб за один раз. Блин, два раз дровить придется. Ой, блин. Странно как-то. Это вещество-то, его же вводят. Надо же посидеть там в коридоре, по-моему, полчаса как минимум, минут 30-40. Я помню, делала рентген костей. На рак проверяли с контрастным веществом. Так мне это вещество ввели, сказали 2 часа погулять. И только через 2 часа сделали что-то МРТ, по-моему. КТ. Компьютерную томографию. А на этот раз тоже КТ. Там в трех разных местах. Ну, думаю, ладно, господи. Ну, просто врач сказала, мне оттуда дали рекомендацию, вот из другого центра, куда я ездила, ядерной медицины. Там вот были рекомендованы вот эти 3 обследования. Ну, для профилактики, так сказать. Я что-то вчера прям такая была замотанная, что... Что-то я там спрашивала про таблетки у врача, но не помню, что она сказала. Начать их принимать или потом, после обследований. Я, наверное, на всякий случай пока не буду ничего принимать. Тем более я в отпуск собираюсь. Короче, приеду с отпуска, сделаю эти обследования. Опять запишусь к врачу. И уже после этого точно у нее спрошу, начинать мне прием этих новых там лекарств или не начинать. Она что-то сказала, что с обследованием связано, что прежде чем принимать, надо обследоваться. Ну, думаю, пока не буду. Нужно свой страх и риск. Так, ладно, пойду я гулять. Тучки ходят, надеюсь, дождя не будет. Ну, ничего страшного. Встаю на остановке, прыгну в троллейбус, домой поеду. Ничего страшного. Приду, буду волосы красить. Постричь, я постриглась. Мне еще покраситься надо. Я не помню, какая краска мажется. По-моему, любая мажется в первые там три дня. Поэтому надо хорошо смывать. По идее, лучше вообще сильно не смывать три дня, чтобы она закрепилась. В общем, не знаю, как лучше. Как получится. Мне кажется, любая краска красится. Я не помню, какая красится, если честно. Так что не надо на меня там нападать, чтобы мне краска там чья-то не понравилась. Наоборот, понравилась вот эта медовая. Вообще была классная на меду. Вот я раньше покупала лореаль на масле на основе. Вот это мне не понравилось. Потому что... Это я сама покупала. Потому что у меня волосы, ну, походу, и так жирные. Мне надо, чтобы они красиво, пышно лежали. Мне надо голову каждый день мыть. Желательно с утра и феном укладывать. Тогда волосы нормальные. Вот. Вчера утром встала в 6 утра, помыла, уложила. И пришла с нормальной прической на работу. Вот. Все сразу стали спрашивать. Ты что, построить здесь ля-ля-ля? Там, я говорю, да. Вот. А если я мою с вечера, ночь посплю, естественно, на голове бардак. Все прилизанное. Ничего не расчесывается, не стоит ни пышное никак. А с утра в 6 утра вставать тоже, знаете, кайфа мало. Просто я сейчас дальше, чуть дальше работаю. Дольше, на 15 минут на дорогу уходит. Я вставала в 6.15. Но если с утра мыть голову, надо в 6 вставать. В 6 вставать, в пол-восьмого выходить. Но я не успеваю за полтора часа собраться. Я выхожу без 15.8 из дома. В прошлый раз вышла, и 15 минут тупо не могла сесть ни в автобус, ни в троллейбус. Утром, видимо, студенты сейчас едут. Транспорт переполненный. И я только в пятый автобус, дай бог, влезла. Ой, ладно, ребятки, пойду я прогуляюсь. Приду, доснимаю. Или уж доснимать, потом пойти еще наснимать. Потом приду, выложу. Ладно, ребят, я это видео сейчас доснимаю и выложу, пока еду в троллейбусе. Так, значит, сейчас я в парк, в церковь. Потом зайду в Дикси, тортик куплю. Я в тот раз забыла помидоры и огурцы купить. Дома ничего нет. Хорошо, вот кабачковая икра есть и морковка. Икру кабачковую надо едать. Она, у нее срок годности 3 года, но она не этого года выпуска, не свежая. Поэтому как-то не очень приятно ее есть. Ну, по-моему, она уже год-два где-то стояла. Вроде как срок годности большой, но есть ее неприятно, поэтому не знаю. Может, ее прокипятить как-то на всякий случай. Но мы ели, вроде ничего не было, не отравились. Вот, надо икру кабачковую доедать. Помидорки, огурчики куплю. И хочется, наверное, куплю картошки. Белые надо купить. Я хочу пюрешку все-таки. Даже не знаю, делать сегодня пюрешку или не делать. И что делать? Ну, котлеты, суп хочу с фрикадельками. Ну, холодильник пустой, все подъели. На работу завтра что-то надо брать. День длинный. Чуть не лезет ни черный хлеб, он жесткий. Но бутерброды все-таки лучше белые. Он помягче. А на работе, блин, торопишься, давишься этой сухомяткой. Надо запивать чем-то. Да и рис уже с точертелой, гречка. Хочется пюрешку с котлеткой. И похудеть хочется. Вот как... Это как анекдот, блин. Женщину спрашивают, что вы хотите от жизни. Женщина говорит, что я хочу. Я хочу... Ну, типа там, я уж не помню, что она там сказала. Ну, короче, она сказала, что она хочет, типа, пирожное, там еще что-то, мороженое и похудеть. Вот и я так же. Хочу пюрешку с котлеткой, шашлык, пиццу, тортик и похудеть. Анекдот ходячий, не Ольга Григорьевна. Вот. Блин, весы... Вот, кажется, бегаю на работу. Встаю рано. Пожрать некогда. На нервах, на стрессе. Боишься, втиснуться в этот троллейбус надо с утра. Вот. Вечно стою там в дверях на подножке где-то. Вот. Правда, вчера мне опять хотели место... в метро вступить. А мне там было ехать до центра две станции всего. Какой-то там нерусский, черный такой, не знаю, киргиз, узбек. Он говорит, садитесь, женщины. Мне место хотелось вступить. А я такая поворачиваюсь с такой злостью, говорю, спасибо, мне не надо. Ну, правда, не надо. Если мне через одно выходить, нафиг мне садиться. Вот. Мы стояли там лялякали с коллегой по работе. И одну станцию проехать, мне две. Так, ладно, всё, ребятки. Видео дописала. Пошла я на прогулку. Приду ещё, поснимаю. Вроде бы свет повключала везде. Так, ну вот моя прическа. Уложила я. Правда, наверное, здесь не видно. Темно как-то в коридоре. Ну, уложила. Лаком побрызгала. Вот. Как это, как типа боб-каре, да? Спереди вот эти длинненькие, сзади покороче. Пышненько. Нормально. Вот. В коридоре темно. Тут нифига не видно толком. Ну, если пойду я на прогулку. Сейчас ещё сумочку прицеплю. Такой бирюзовый костюмчик. Сумочку. Вот эту Марк Джейков с него добрать. Возьму вот эту простую синенькую. Она тоже нормальная. В принципе, мне только в парке погулять. В магазин зайти за продуктами. Не хочу Марк Джейков. Она сильно нарядная. Это, знаете, так только на выход куда-нибудь в музей сходить. Всё. Побежала я на прогулку. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok